Всем привет! Продолжаем прохождение Майнкруста! Но в начале саунда я покажу, что у меня получилось. В прошлом выпуске помните, да? Какая красота! Вы посмотрите! Какое дизайнерское решение! Просто the beautiful! Вот такой вот домик. Но потом мне нужно будет найти эту фигню, слизь и сделать поводок. Вот тоже другая история. В этом выпуске мы сделаем три вещи новые, которые мы раньше не крафтили. Все зарядило? Отлично. Три вещи, которые мы не крафтили. Давайте приступим. Во-первых, это леса. Сраные, вонючие, сраные, вонючие, сраные леса. Почему я так говорю? Потому что мы хотели их сделать с первой минуты игры. Но так руки... Да уйди отсюда! Так руки не дошли. Леса полезный инструмент, например, при строительстве или вообще, чтобы забираться на вершину. Так, давайте глянем, как он делается. Леса. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Офигенно! У него есть преимущество, я вам все покажу. Кстати, есть еще железные леса, но мы не будем их делать пока что. Эй! А, ладно, показалось. Так, есть еще железные. Ну, давайте тогда сразу начнем делать. Опа! Вот так, лату, 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 лату. Только я забыл, как их делать. Я, что-то, отлегся. Ну-ка, так. Во! Ага! Ну, вот такими темпами вот мы делаем. Давайте сделаем. Сколько у нас получится? 12. Ну, я думаю, для начала 12 штук хватит. Теперь смотрите, в чем прикол. Во-первых, когда мы ставим, да? Видите. Смотрите, самое главное особенное, что можно поднимать вверх, да? Строить вверх. Не ставя сверху вот так каждый раз, да? Вот так подниматься. Нет. А просто нажимая правой кнопочкой. Так, что подождите. А, левая. А, все, 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 забыл. Смотрите, давайте еще раз. Все, 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 я вспомню. Просто я не использовал их давно, 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 давно. Еще раз, заново. Так, забудьте, короче. Смотрите. То есть, мы ставим, например, на правую кнопочку, да? Если мы нажимаем, нажимаем на левую кнопку, видите, он автоматом ставит вверх. Это огромное преимущество. Например, чтобы не лезть самый вверх и не достраивать, да? Видите, да? Вы чуете запашок? Потом, мы залазим так же, как по ступенькам. Все то же самое. Еще один плюс. Мы можем залазить со всех сторон. Смотрите, со всех. С четырех сторон. И еще один плюс. Разбирается очень быстро. Если мы ломаем самый нижний блок, она вся разваливается. Все. Это, в принципе, все плюсы. В этом и есть вся суть этой фигни. Видите, мы строим. Опа. И полезли. Ла-ла-лай, ла-лай. Ла-ла-ла-ла-ла-лай. Если нужно, слезли. Удобная вещь, конечно же. Видите, все быстро, главное. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Единственный минус, что нам нужно будет два блока в итоге. То есть, один блок получается для леса, да? И второй блок для нас. А если мы поставим обычную лестницу, она, видите, будет стоять в одном блоке. То есть, поставили лестницу и вверх полезли. Здесь не так. Здесь нужно два блока. Но это мелочь. Все, с лесой мы разобрались. Леса. Не лиса, а леса. Все, разобираем. Так, все. С этим мы разобрались. Полезный инструмент. Например, здесь бы он мне помог. Но вместо лесов, да? Лесов. Не так называется, правильно? Лесов. Ну, вы поняли, как это значит. Вместо этого я ставил песок и так далее. Землю. Мучился, забирался. Хотя можно было сделать так нормально. И голову не ломать. Такая красота получилась. Все, давайте идем дальше. Опа. Разобрали. Так, все, идем дальше. Сейчас попробуем мы еще один новый итем, да? Что, какая-то здесь пусто? Здесь ничего у меня не было? А, здесь тоже я убрал. Я забыл. Смотри, какое-то здесь пусто. Смотри, здесь я сделаю лесенку на третий этаж. Нифига круто. Ладно. Сейчас мы сделаем новый итем. Резиновый батут. Я вам про него говорил. Говорил. Но я ни разу его не делал. Я прочитал на Вики все это. Вот. О, резиновые ботинки. Я не знаю, зачем они нужны. Надо бы тоже прочитать. Наверное, может, они против огня. Но это уже другая история. Вот. Резиновый лист. Это батут. Собственно говоря. Угу. У нас есть ли у нас резина? Резины у нас, наверное, нету, да? О, есть резина. Вам повезло. Теперь попробуем сделать батут. Я что-то считал, да, что его делать тоже как-то геморройно. То есть, такой геморройчик на жопу вылазит сразу. То есть, просто его положить нельзя. Правильно я понимаю? Да. Теперь надо подумать, как его делать правильно. А, его нужно класть на твердый объект. Так, подождите. А, по-моему, он до меня дошел. Так, сейчас, секунду. Нам нужно сделать следующее. Он должен, по-моему, отталкиваться от твердого объекта. Например, вот здесь. Да. Так, подождите, что это за бред? Что-то он не прыгает. Ну-ка, резиновый лис. Вы правильно я сделал? Ну, да. Давайте еще сделаем, а, три штуки. Или все-таки надо сделать с двух сторон. Сейчас, 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 сейчас что-нибудь придумаем. Мы вместе с вами сейчас научимся. Давайте, знаете, что мы сделаем? Возьмем еще два камня. Вот, два булыжника. И сделаем это следующим способом. Сделаем хорошее место. Например, ну, вот тут давайте опять сделаем. То есть, два булыжника мы будем из этого отталкиваться. Раз, два, три, четыре, пять. Най! Ладно, выкапываем. Еще раз выкапываем. Вот так. Что за говно? Подождите, что за бред? А что он не прыгает? Это все, что ли? И что? Это максимум то, что он прыгать стал? Ничего не понял. Или, может, надо свысока прыгнуть? Давайте попробуем свысока. С вершины. Сейчас, разберемся. Сейчас, секунду. Скорее всего, надо с крыши спрыгнуть и сломать все ноги себе и сдохнуть. Самое лучшее решение. У нас проблема опять с едой. Бесконечная проблема. Кстати, да, скоро мы займемся грядками. Нормально. Ладно, пробуем. Свертельный номер. Мне кажется, я промахнулся слегонца, да? Ну ладно, давайте сделаем вот так. Сейчас разберемся. Мы вместе с вами будем во всем разбираться. Попробуем еще раз. Таким образом переставим сюда поближе, чтобы не промахнулся. Ну в чем-то же смысл должен быть. Резиновый лист. Вот тут. Или может я это неправильно делаю? Нет. Не прыгает. Ладно, все. Ставлю паузу и иду читаю Вики. Так, ладно. Ха. Так, пробуем сделать это иначе. Там, видите, в чем прикол, да? Что не все так легко, как вам кажется. Вот именно батут. То есть мы должны сделать батут. Это не батут у нас в руках. Это у нас просто резиновый лист. А из него мы должны сделать батут. И там нужно выполнить ряд условий. Попробуем сделать здесь давайте. Так, кушать хочу, блин. Ну давайте сделаем здесь. Как там мой зверинец? Нормально? Все живы-здоровы? Видите, собирается. Так, ладно. Для начала, во-первых, как я сказал, должен быть блок твердый. Нет, не так. Вот так. Твердый блок. Раз, два. По идее, мы должны, это, под батутом должно быть пустое пространство. Правильно. Видите, да? Это самое главное условие. То есть... Он исчез? Какого фига он исчез? Он рассломался. Ладно. Тогда сейчас сделаем, чтобы все было правильно. Я убью тебя, лодочник. Тихо, осторожно. Тихо, осторожно. И самое главное, заметьте, что должно быть минимум, по-моему, два блока в ширину. Попробую только сломаться. Уху! Ну что, не работает? О, подождите. Позволяет высоко прыгать. Это высоко прыгать называется? Чё-то я, мне кажется, не высоко прыгаю. Ладно. Ещё раз читаю. Не, по идее, мы всё сделали абсолютно правильно. Я посмотрел, да? Надо было просто сделать высоту, и всё. О, да-да, всё правильно. Уху! Лее-ее-ее-ее-ее! Вот такой вот батут. Ну, я думал, он будет как-то получше. В принципе, от него... Ой, немножко промахнулся. От него польза, да? Например, когда ты прыгаешь с высока, он, по идее, смягчает урон. Можем его просто лесу поставить, и всё. Лесу. Вот так вот. Пробуем ещё раз. Можно, в принципе, уже разбиваться и подыхать. Всё равно терять нам нечего, кроме бура. О! Это смертельный номер! Сейчас, как всегда, мимо, по-любому. У-ху! У-ху! Ой, да, мимо немножко. Ладно. Не, я хочу ещё раз, не получилось. Хм. Батут мой. Так. Теперь зато, видите, нам еды не надо. Я восстановил еду. Вот вся проблема. Если вы голодаете, просто умираете, и всё, проблем нет. Ну-ка ещё раз. По-моему, заметьте, нужно прыгать с пробелом, нажатым. Иначе у вас ничего не получится. Ещё раз. Блин, ну я промахиваюсь. Так, ещё раз. Надо было построить ещё больше, да. Если опять хочешь, сдохнем, и всё. Нормально. Ву-у-у! О, нет? Почему? Кстати, по-моему, там ещё есть ограничение высоту. Вот, видите? То есть, по-моему, если вы слишком высоко прыгаете, то он перестаёт прыгать. Ну, конечно, вы поняли. Вы видели, что он прыгает, и всё, и пофиг. Не знаю. Мне бы тут не очень понравилось, честно сказать. Я думал, что я просто подойду, вот так, прыгну, и офигенно взлечу. А это чё? Это несерьёзно. Но самое главное, мы попробовали, правильно? То есть, попробовали. Я показал, что такая штука есть. Называется батут. Теперь идём дальше. Теперь это нам... Инструмент... Нужен будет инструмент, который пригодится нам для грядок. Для грядок. Сейчас быстренько всё лишнее выкинем. Он так делается, по-моему... А, он из палок делается, да? Сейчас, секунду. Как он называется на «Ж»? Жо! Жопа! Вот. Жорточки. Там тоже у них такая особенность есть интересная. По идее. Я тоже никогда не использовал. Сейчас попробуем. Четыре штуки, да? Пойдёмся, что у меня есть. Смотрите, то есть... Делаем так. Блин, не выпало говно. Ну, ладно. Ставим сюда. Суть в том, да, что... Например, сейчас, видите, я собрал... Как она называется говно? Пшеницу, да? Я полностью её удалил. То есть, чтобы она росла, мне нужно заново садись. Правильно её? А суть этих жорточек, жорточки в том, что мы, например, можем собирать еду, при этом она продолжает расти. Это вот огромный плюс. Давайте посмотрим, так ли это. Так, пробуем ещё раз. То есть, например, там всякие арбузы, там, да, картошка. Это всё есть, но я этого пока ничего не нашёл. И чтобы каждый раз не садить, в принципе, мне кажется, это уникальная технология. Можно с ней что-нибудь придумать. То есть, если я правильно понял, что мы попробуем ещё раз реализовать. Так, как она там делается? А, всё вспомнил. То есть, если всё правильно я понял, да, можно пробовать сделать какую-нибудь там автоферму. Всё, и для теста давайте возьмём тогда семена. И возьмём немного костяной муки, чтобы всё выросло. И пробуем. Так, испытания. Сажаем семена. О, он вроде посадил, да? Ты прикинь. А-а-а. Так, ну, смотрите, он не даёт использовать костяную муку. Интересно. То есть, мы уже первую особенность видим, да? Например, если мы просто посадим пшеницу, да, мы сможем использовать костяную муку. Видите? А там не разрешает. Ну ладно, посмотрим тогда. А я сюда могу поставить? А, нет, смотрите, видите, я могу ставить только на новое. Хм. Например, на старую не могу поставить ячейку. На старый блок. Ну что ж, тогда единственный вариант, да, только ждать, пока вырастет. Давайте это сделаем таким образом. Всё, и сломаем. И я подожду, пока вырастет, и вам покажу. У меня и самому интересно, реально. Если это будет правильно работать, то да, можно что-нибудь придумать с автофермой. Интересно, это говно водой сливается? Нет, сбивается? Колышки эти. Ломаем, короче, все это говно. Ломаем, 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 ломаем. Сажаем заново. Так. Опа, 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 опа. Ну, реально, было бы очень удобно, потому что много времени занимает, во-первых, всё это собрать, да, и потом заново пшеницу садить. Семена, семена садить заново. Ну всё, давайте я сейчас жду, когда вырастет, и покажу вам, что получилось у нас в итоге. Ого, как прикольно, я прыгаю. Да. Пока там говнище вырастает, да, давайте протестируем всё же. Ой, блин. Сейчас, секунду. Протестируем, сбивает ли вода. Ну, я уверен, да, конечно же, она должна сбивать. Мне интересно, вдруг не будет. Не, будет, будет. Хотя, давайте попробуем. Блин, спахивать. О, видите, надо спахивать, да. Сейчас, секунду. Смотрим, пока у нас время есть. Ну, минус в том, да, что нельзя костяную муку теперь использовать. Смотрите, он как бы использует её, тратит, но при этом ничего не меняется. Странно. А, мы же ещё можем волка завести. Смотрите. Потому что, ну, надо бы потом найти волка. Другая история. Так. Нам нужна швабра. Вот она, швабра. Мотыга. Смотри, как красиво. Уже картина вырисовывается. Знаете, что я хотел сделать? Я хотел достроить эту фигню, а здесь построить чисто такой ангар для этих деревьев. Было бы очень красиво. Чисто ангар. Можно даже сделать, чтобы этот ангар был углублённый, то есть вниз спускался. И там были все такие деревья. И вообще нужно подумать, как можно на автомате это говно-то снимать. Может, как-нибудь с помощью воды придумать. Хочется всё на автомате сделать. Ну ладно, другая история опять же. Вот, потихонечку растёт. Растёт. Интересно, она медленнее будет расти? Или нет? Ладно, делаем эксперимент. Опа. Ставим колышки. Вот эту шляпу. Ну, смывает, да? Не-е-е! Смывает, но не хочу. Ну ладно, это было предсказуемо, конечно же, да. Всё, давайте я жду, пока это всё дерьмо вырастет, и покажу вам, что у нас получилось в результате. Так, давайте опять протестируем наш батут. Я его доделал, то есть, увеличил на две штуки. И в принципе, сейчас спокойно всё работает. И высоту сделал более-менее нормально. Смотрите. Если мы прыгаем и не держим пробел, он просто теряет высоту. Видите, да? Он начинает потихонечку снижать высоту. Кто там орёт опять? Сколько же у вас там лезет? Бесконечно. Работает, работает, Вася! А если мы сейчас будем держать пробел, да, мы будем прыгать постоянно высоко. О! 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 Как это весело! Ну-ка, я сюда запрыгну. Вы видали? Как же это смешно и весело! В принципе... Хотя, подождите, опять же... Может быть... Интересно, а если мы прокопаем... А если мы отсюда прокопаем, да, до самого низа, до коренной породы, и там построим батут? Ха-ха-ха! Я наркоман, но я это сделаю! Всё для вас! Супер батут! Только у меня! Ну, видали? Сразу два! Ну, вы что, обнаглели? За этот выпуск, да, их, наверное, уже штук десять подохло. Штук десять за выпуск! Всё! Прям идеально в один момент я готов! Так, мне не нравится, когда он орёт. Я себя не слышу. Всё, смотрите, как раз у нас выросло это говнище. По идее, я сейчас ударю, да? Но саженцы должны остаться, семена. Нет? Может, я неправильно собрал? Подождите. Так. Может, я неправильно собрал? Ну, ладно. Ну, так. Хорошо, ждём, пока ещё одна вырастет, и всё. Пробуем по-другому собрать. Так. Ну, я кучу, я посчитал. Там ничего не написано, именно про пшеницу, ни слова. Поэтому, скорее всего, типа арбузы и так далее, он сохраняет. А саженцы, да? Семена, то есть, семена сохраняет, а вот почему-то пшеницу нет. Ещё, видите, для чего он нужно, да? Чтобы скрещивать разные виды растений и так далее. Овощей и тому подобное. Крочу говоря, это больше для садоводства. Я сейчас нажму, он станет больше. Ой, не туда. Смотрите. По идее, должно быть два блока быть. О, нет. Она просто такая становится, да? Прикольно. То есть, здесь можно будет скрещивать. Ну, короче говоря, прочитайте сами. Мне кажется, для меня она бесполезна. Также она, по-моему, увеличивает получаемый лут. Ну, ладно. Мы сейчас идём в самое главное куда. Идём тестировать мой супер батут. А, я забыл выложить. Так, сейчас, секунду. Я сначала построю, потом выложу. Так как это может кончиться, чем? Смертью. Правильно? Мы делаем таким образом. Здесь будет калитка. Открываешь, прыгаешь, подыхаешь. Профит. Здесь ничего не будет, потому что здесь можно просто спускаться. Видите, я сразу сделаю лестнику, но если вдруг я выживу. Теперь делаем так, так, так. Ну, чтобы я случайно никогда не упал. И вот так. Отлично. А тут пишем где-нибудь, да? Супер батут. Ося! Ээээ, не влезла Ося. Оа. Ося! О, видите, да? У нас появляются новые технологии. И вот, теперь у нас будет супер батут. Все. Давайте сейчас сбросим лишний груз. Как раз пока я копал батут, нашел 13 железа. Руды. Прикиньте, да? Какой профит. Да, не забываем, что весь уголь. Скидываем эту фигню. Заметьте, она постоянно полная. Да, да, полная. И все выбрасываем. Все, все, все. Чтобы я не бегал туда-сюда 20 раз. Это чайный поступок. Все ради вас. Да, господи. Куда мне засунуть все это? Во. Дрель можно сюда. Да, ой, обур. И куда-нибудь сюда. Кстати, у нас еще есть пластинки, которые мы нашли. Да задрали вы мрази уже. Ну что ж, проэкспериментируем, так сказать. Супер батут Уася. А, я хотел сказать, постоянно забываю. Да, что меня просили выкладывать сохранение игры. Те люди, которые скачали игру. А я выкладывал видео. Там была ссылка, как скачать Майнкрафт. Полностью мой Майнкрафт с модами, да? И вот для них я выкладываю сохранение. После этой игры я опять выложу сохранение. Они просто скачают. И у них будет все то же самое, что у меня. Вот такие вот дела. Так, дверь опять не закрыта. Ну все, давайте экспериментируем. Опять же, я не знаю, может быть есть ограничения у батута по высоте. А может и нету. Да. Все-таки ограничения есть. Но я вам покажу сейчас пример, где мы упадем, при этом не разобьемся. Закрываем супер батут. Слишком опасная вещь. Мы спустимся пониже немножко, потому что я уже прыгал с этого пониже. Давайте пробуем отсюда. О, вот эти видите, да? Блин, ну а че он так? То есть получается, да, было бы высоковато, слегонца. Но все равно... Не, в принципе, знаете, как можно сделать? Просто поднять батут повыше и все. Чтобы я мог прыгать прямо с самого верха. Неееее! О, я жив. I'm alive! I'm... Так, что, извините. Почему он сдох-то? Ну а на любом случае, спасибо за просмотр. В этом выпуске мы посмотрели три новых инструмента Итема. Я называю Итем по-английски, да? О! Смотрите, я оказался прав! Вы чуете, да? Всегда прав, всегда прав. Скорее всего, я неправильно собирал. А я собирал на левую кнопку. Нельзя на левую. Она была на правую. Смотрите, остается. Ай! Так что я был прав. Я был прав. Все, теперь вы видите полностью все преимущества. То есть мне не нужно будет бегать и заново сажать. Прошелся, правой кнопкой собрал. Ушел. Все, идеально. На этой хорошей ноте мы заканчиваем игру. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Комментируйте. Всем пока.